МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочется первый вопрос начать издалека, не сразу про вас. Впереди крещение, и многие жители пойдут нырять, окунаться, уж как кому больше нравится, да? Вы придерживаетесь этой традиции или нет, Наталья? Ну, я лично нет. Почему? Не ныряю на крещение, потому что это всё-таки религиозный, церковный праздник, мы занимаемся моржеванием как системой закаливания. И на самом деле вот в начале своего пути моржевание – это был самый частый вопрос про крещение. И я помню даже многие годы учила журналистов разводить эти понятия, что ныряние в крещение, да, в прорубь – это одно, а моржевание как система закаливания организма – это вообще другое. И на самом деле сейчас всё реже и реже задают этот вопрос. Ну, так как передача в преддверии этого прекрасного праздника, ну, вот мы не ныряем. Наталья, а вы тоже нет? Я тоже не ныряю, потому что заныривание на крещение сейчас больше, как даже и народная забава стала. Люди, не верующие, просто хотят с утра, решаются выпить рюмочку и занырнуть в холодную воду. То есть они не стоят в никакой молебен, они не читали никакой религиозной литературы, но вот им проверить себя на крещение, а занырнуть в прорубь – и это как забава. Ну, прошли новогодние праздники, тем не менее. Как вы их встретили? Ну, конечно, в проруби. 10 дней выходных – это значит, что мы можем плавать каждый день, потому что мы работающие люди, и в основном мы плаваем выходные. А здесь 10 дней праздников, и, конечно, мы ещё такие прекрасные отрицательные температуры воздуха ударили. Прежде всего мы поехали в прорубь плавать. Девушки, ну вот вы только что за эфиром мне сказали, что вы мерзляки, что вы боитесь холодов, холодной воды и отрицательных температур. И тем не менее в холодную воду, в самые жуткие морозы. Вот этот большой бонус от закаливания, от моржевания, что ты, даже будучи очень мерзлявым человеком, который не любит холода, но раздевшись, переодевшись в купальник, ты можешь со временем действительно испытывать на себе холодную воду и получать от этого даже удовольствие. В этом и есть плюсы закаливания, систематического, регулярного. Поэтому мы делаем это с удовольствием. Наталья, а вы как ваши новогодние праздники? Ну, мы с Натальей вместе провели их в проруби. Да, на открытом море, конечно, бы хотелось провести где-нибудь на Мальдивах, может быть, в Таиланде. Да, но мы живем в Владивостоке, к счастью, море вокруг нас, поэтому за неимением Мальдив мы проводим время на море во Владивостоке в проруби. Мне кажется, вы вообще те люди, которые доказали, что мы живем в уникальном городе, крае, регионе, потому что море во Владивостоке – это не море летом, это не море в августе-сентябре, это море круглый год. Вот оно с вами получается как-то именно так. Ну, мы где-то лет пять назад как раз вот эту фразу, да, хотим, чтобы Владивосток знали как город-курорт и город моржей, и вот спустя пять лет действительно мечты, да, сбылись, действительно сейчас последние года три Владивосток испытывает прям бум на моржевание благодаря открытию два года назад центру зимнего плавания в центре города с прекрасными условиями, которые, теплые раздевалки, там даже две бани, всегда следят за безопасностью погружения, в прорубь чистая, лестницы чистят. Вот, поэтому бум моржевания, и очень много людей теперь занимаются вот этим ледовым закаливанием. У вас же есть еще третья участница, да? Да, Лера, она сегодня не смогла приехать, но хотим рассказать про Леру, что она с нами моржует шестой сезон, и вот за это время у нее появилась, лялечка, она родила сыночка, ему уже два года, полтора, полтора года. Да, это прекрасное событие, потому что в разгар сезона, в январе, она узнает, что беременна, и сейчас она в декрете, и вот сейчас она возвращается с нами на заплывы, хотя ребенку полтора года. То есть она также заплывала? Да, но она делала небольшой перерыв. А беременная, нет, не ныряла? Первый месяц ныряла. Ну и все хорошо. Да, конечно. Это как раз к вопросу к тому, что как влияет моржевание на женское здоровье? Прекрасно влияет здоровая мамочка, здоровая малыш. Вот, да, живой тому пример. Даже два. Уже теперь. Девушки, начиналось все с Натальей Аксеновой. Ну, вы хронологически, да. Инстаграм у вас фестмороженка. Фестдевчина. Да, фестдевчина, да. Хронологически, да, потому что дольше всех я в моржевании, и потом меня поддержали мои же подруги. То есть сначала они долго смотрели, подавали полотенца, говорили, как же ты это делаешь, но потом они одновременно приняли это решение и стали со мной плавать в проруби. И вот уже шестой сезон со мной. То есть это уже шесть лет долгих? У меня двенадцать. Вот так. Ну, с первого погружения, да. Ну, с вас тогда давайте начнем. Как вы к этому пришли? Ну, ведь это, мне кажется, это не просто вот. Это надо спортом, наверное, каким-то заниматься изначально. Быть подготовленным человеком или нет? Да, на самом деле нужно один раз, наверное, столкнуться с представителем моржевания. У меня была подруга, и она без подготовки нырнула, и я не понимала, как она это делала, потому что как раз честно признавалась, что я очень не люблю холод, то есть мне холодно было в шубе. Но долго вынашила эту идею, и начала я с домашнего закаливания. То есть я вот так, как девчонки мои, нырнуть в прорубь не могла, даже представить себе не могла, как это можно раздеться, холодно же. И домашнее закаливание, то есть это ежедневное принятие холодного душа. И мне позволило в феврале первый раз я нырнула в прорубь и даже проплыла. И, собственно, с тех пор я называю себя плавающим моржом, потому что мы любим плавать. Ну и девчонки, вот их я уже погружала сразу в прорубь. Действительно, есть две системы подготовки к проруби. Можно вот так без подготовки на пару секунд нырнуть, и ничего не случится, ну если нет противопоказаний. А можно с домашнего закаливания, с постепенного. Например, кто-то не завершает сезон, лето, осень, и подготовится к зиме. Поэтому это зависит на самом деле от смелости человека, не более того. То есть вы просто увидели, и вам захотелось, и вы решили этим заняться. Да, это банальное любопытство. То есть как это делают люди. Ну так у меня начиналось. У Наташи тоже своя история. Расскажите. Ну я познакомилась с Натальей, тоже смотрела, как она заныривает. И для меня это погружение в холодную воду, это было преодоление себя, смогу ли я. Потому что ты мерзнешь в шубе, а тут раздеться и занырнуть в эту ледяную воду. И я решилась, и с октября месяца постепенно начала сезон, и не заканчивая уже шестой год. То есть вы начали с октября, да? То есть постепенно, постепенно температура падала, падала, организм привыкал. Да. А вы изначально были подружками, или вы подружились уже в процессе? В процессе моржевания, да. Лерой мы как раз были, да, подружка. А Наташа – это мое достижение благодаря моржеванию. У нее, кстати, сын попросился в прорубь. Собственно, вот это тоже первый опыт на крещение. И первый ужасный опыт. Потому что Наташа рассказывает, что это было все ужасно холодно. Ну, да. Он увидел, что заныривает на крещение люди в прорубь. Мы гуляли на санаторной. И он сказал, я могу. И ему было 8 лет? 7. Я подумала, что как же, ребенок занырнет, значит, и мне надо занырнуть. Мы пришли, было холодно, был вечер, раздевалки не работали. Было минус 15. Я сама быстрее занырнула вперед него и вышла, не успела обтереться. По мне текла вода по спине, под шубой. Ребенок мой зашел, занырнул, да, вышел. И нормально, в принципе, ему понравилось. Некоторое время он потом моржевал. Сейчас он просто осенью плавает до зимы и ранней весной начинает плавать. То есть в зиму вы его еще пока так сознательно не могли пускать? Он не хочет. Я считаю, что каждый должен дозреть. Вот один раз он нырнул зимой, сейчас он хочет подождать немножко. Когда примет решение плавать с нами зимой, конечно, я его с собой возьму. А третья ваша подруга Валерия, она как к этому пришла? Она тоже много лет подавала мне полотенце и говорила, что... Нет, нет, нет. Нет, нет, Аксенова, это ты какая-то не такая. А потом я ее взяла на один заплыв в феврале. И говорю, ну возьми пока купальник. То есть я его постепенно довела, еще была старая моржовка, там условия не такие были шикарные. Но ей повезло, был хороший солнечный день. И я говорю, ну вот до моржовки дошла-дошла, вот теперь раздевайся. Разделась-разделась, теперь главное дойти до проруби. Дошла-дошла, ныряй. Но ее еще версия звучит так, что говорит, я выхожу в купальники на набережной, а там же всегда много людей ходит. Она говорит, как-то мне перед ними было неловко. Ну, в общем, так она нырнула. И на самом деле с первого раза человек понимает, его или не его. И 90% которых я видела, все увлечутся. Да, остаются в моржевании, потому что всем нравится. 10% которые говорят, нет, это все-таки холодно, я не могу преодолеть себя, мне не нравится. А почему мороженки? Есть какая-то история? Есть история, да. Началась она в декабре 2016 года, когда мы впервые увидели, что есть интерес к нашим фотографиям. И мы пригласили журналиста Вести Приморья на мастер-класс, потому что они больше всего про нас писали. И на этом мастер-классе, анонсе, была фотография меня в розовом купальнике, где изображено мороженое. И они прозвали нас девушки-мороженки. Видимо, потому что на тот момент не поворачивался у многих язык называть нас моржихами. Ну да. Потому что мы, собственно, на своем примере изменили кардинально представление о представителях зимнего вида заплывов, плавания, моржевания. Раньше это были тучные только люди в возрасте. И, наверное, в этом наш феномен, что мы показали, что моржевание доступно молодым, красивым, потянутым, спортивным людям. И действительно сейчас процент именно молодежи очень увеличился. Потому что раньше в старую моржевку придешь, там действительно в основном 60 плюс была категория. Я тоже помню, да, по детству прогуливаешься по набережной, смотришь, какая-нибудь бабулечка. Ну и мы не сопротивлялись этому названию. Оно очень ласковое, очень такое... Милое, да. Да, созвучное. Поэтому оставили себе. У вас огромное количество подписчиков? Нет. Нет, на самом деле. Но у вас постоянно, везде, во всех соцсетях, во всех СМИ постоянно мороженки сменили купальники. Мороженки, я не знаю, там занырнули в этих плавают в ледяной шуге и так далее. Как вы относитесь к этому? Это очень приятно. И приятно, что вы знаете, за пределами России, из Канады пишут, из каких-то теплых африканских континентов даже. О боже, как вы это делаете, я бы умер на английском. И с Австралии, и с Германии, и с Чехии тоже слали сообщения. Это очень-очень приятно. И тем более там очень часто подпись Владивосток, когда нас показывают на иностранных каналах. То есть мы не только себя показываем, но и наш чудесный город. Ну это правда, да. Внимание есть. И на самом деле, благодаря нам, что морожевание так стало развито во Владивостоке, на самом деле, если города российские взять, там не такая численность большая. В Москве большие клубы. И сейчас, кстати, наш клуб, наш условно приморский, Владивостокский центр зимнего плавания, он вообще претендует на лучший клуб зимнего плавания в мире. Идет голосование. И я думаю, во многом это связано не только с достижениями, ну, конечно же, и с достижениями самих спортсменов, но и с непрофессиональной и любительской той части, которая действительно ежедневно приходит в клуб-косадку, плавает и открывает для себя вот эти возможности круглогодичного плавания в море. Это чудесно. Знаете, мне вот что интересно. Понятно, что на новогодних праздниках вы окунались, понятно, что есть выходные, вы люди занятые, вы работаете. Даже к нам на программу было достаточно сложно согласовать время, потому что вы работаете. А как же находится время на работу, на семью, еще и на морожевание? Ну, очень просто. На самом деле мы плаваем только по выходным, и этого режима достаточно, даже чтобы увеличивать время нахождения в ледяной воде. Начало с того, что когда ты погружаешься в вопрос, да, ну, все равно есть сомнения, полезно, не полезно. Вот, и мне попалась литература, в которой было сказано, если вы хотите морожевание превратить в образ жизни, и как раз иметь вот этот отклик иммунитета, то нужно делать это в системе. И где-то я прочла, что не реже раза в неделю. То есть многие, там, первые пять лет я по субботам только плавала. А когда мы уже вот стали мороженками, мы встречаемся и в субботу, и в воскресенье, когда у нас уже там свои тоже поддержка группы образовалась. То есть это только по выходным. Наталья, про Наталью Аксенову я чуть-чуть знаю, про Наталью Липунову. Чем вы занимаетесь в жизни? Я юрист, я спортсмен, я мама, я морж. Я мороженка. Я мороженка, да. Как близкие относятся к тому, что вы моржуете? Ну, поддерживать меня, конечно. Сын очень рад, он смотрит на меня, и я думаю, что он берет пример. Но близкие тоже смотрят на меня в соцсетях и радуются за меня, но никто не решается со мной нырять. То есть еще пока никто не разделил это? А за шесть лет, что вы окунаетесь, в вашей жизни что-то кардинальным образом поменялось, вот благодаря морожеванию? Ну, конечно же, иммунитет стал сильнее. Я практически не болею в Липфу, и очень много энергии от этого хобби, потому что ты выходишь из холодной воды, и у тебя прилив адреналина, эндорфинов, ты идешь счастливый, и дальше делаешь кучу дел за один день, за ближайшую неделю, полная сила энергии. Наталья, а вы чем занимаетесь? Ну, я-то знаю, а зрителей нет. Ну, у меня обычная офисная работа, да, в структуре, которая поддерживает бизнес, это крупнейшая российская некоммерческая организация. Вот, поэтому морожевание, ну, мое руководство знает о морожевании и тоже меня поддерживает. Но на самом деле сейчас вообще нам прекрасно, мы себя ощущаем, потому что приходим в клуб, и когда, то там встречаем губернатора. Вот 1 января мы пришли и почувствовали, что не мы самые популярные представители зимнего плавания. Вся очередь стояла к губернатору. Вот так, подсидел он у вас на этом куберне. Да, поэтому действительно очень яркие представители сейчас занимаются морожеванием, и спортсменов очень много, и там клуб по интересам разные есть, и все в морожевании. Это здорово. Ну, а вас только трое, вот действительно, или вы каких-то еще единомышленников привлекли? Есть, это всех Наташа потом соблазнила. Наташа, рассказывайте. Много знакомых спортсменов, друзей спортсменов, людей, которые видят наши фотографии в соцсетях, и они также хотят испытать себя, а смогу ли я, вот, и приходят, и остаются, им нравится. А вы спортом каким-то занимаетесь? Я фитнесом занимаюсь, ну, а друзья у меня, кто с нами заныривает, они и пауэрлифтеры, и боксеры, и бегуны, и кого только нет. Но это люди все спорта, люди, которые с силой воли, и поэтому они приходят, остаются, и у них не возникает вопроса, я не занырну, а как там страшно, приходят, ныряют, плавают, сразу же с первого года начинают плавать, не заныривать, не окунаться. Прям плыть? Да, прям плыть, плывут дистанции, и мы рядом с ними плывем, думаем, ну, они же новички, они так долго плывут, мы покажем свой класс. И поэтому мы, наша команда, достаточно долгое количество времени проводит в воде. Ну, вот я рассказывала, да, за эфиром, что в октябре, под конец октября я купалась в море. Но это был октябрь, это был солнечный день, мы все знаем, какая у нас бархатная осень. Я продержалась, наверное, ну, так минуты по три, несколько заплывов. Сколько держитесь вы зимой в ледяной воде? Хороший вопрос, и мне всегда хочется встречной задать, потому что человек, который ни разу не испытывал на себе температуру воды минус 2 градуса, обращаю внимание, что морская вода бывает отрицательных температур. А, соленая, да. Да, многие на самом деле не знают, и мы до моржевания, наверное, даже об этом не задумывались. Так вот, чтобы на себе испытать отрицательную температуру воды, а ты погружаешься полностью без головы. Поэтому у меня встречный вопрос, а как вы думаете, сколько вообще человек может продержаться в воде, ну, без вот, ну, в удовольствии, да, или неподготовленный? Потому что многие почему-то думают, что в воде можно, там, 15 минут. Нет, мне кажется, ну, может быть, минуты так же 3-4, не больше. Нет, это вы уже даже сверх, сверх возможности. Да? Вот мои 12 лет позволяют мне в воде находиться максимально, вот зимой, когда отрицательные температуры, 2 минуты. Я очень медленно плаваю, у меня рекорд там 75 метров. Это 3 раза прорубь проплыть. В принципе, в проруби, когда многие следят, кто сколько плавает, да, есть, когда ты начинаешь, это очевидно. Ты занырнул на 15 секунд и выбежал с криками. Более подготовленный, это уже считается тот человек, который проплыл прорубь, ну, туда и обратно, это ровно 25 метров. Почему делают такую, это дистанция, которая на соревнованиях по зимнему плаванию, чтобы было проще считать, да, туда-обратно 25 метров. То ли кроль, барб, раз, либо там дистанция эстафеты. Ну, кстати, был у нас опыт, мы принимали участие в местных соревнованиях, даже там медальки получили. Но мы не спортсмены, и поэтому на самом деле вот эти достижения, когда прорубь там за 16 секунд плывут, для нас достижения, когда мы можем за 2 минуты, да, в ледяной воде оказаться. То есть, ну, самое важное, хочу отметить, что не нужно ставить себе цель, там, побить рекорды чьи-то, потому что моржевание, это только должно быть в удовольствии. Потому что все-таки нужно не забывать, что это самый радикальный способ закаливания. Их несколько же, ну, как бы существует, но именно погружение в ледяную воду, все-таки это опасное мероприятие. Это не развлечение, не какие-то забавы для фоточек. Поэтому очень нужно думать, как себя ощущаешь, и понимать, какие могут быть последствия. Наталья, заговорили с вами про иммунитет, про здоровье. Хочется узнать, есть ли какие-то противопоказания, и какие плюсы организму несет закаливание и моржевание. Ну, по поводу противопоказаний, это, конечно же, каждый сам следит за своим здоровьем и должен обратиться к врачу, если у него были какие-то травмы, недавние инсульты, проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, если бронхиальная астма. В любом случае человек должен проконсультироваться с врачом, если есть хронические заболевания и травмы. А насчет иммунитета, то при погружении в холодную воду температура тела поднимается, когда мы выходим уже на берег, до 40 градусов, чтобы обогреть организм, чтобы мы выжили. А микробы у нас гибнут при температуре 38,8. И поэтому получается, что мы зашли до 40 градусов, температура тела поднялась, и микробы погибли. Вот в этом заключается эффект здоровья моржей, что регулярно мы свой организм прокаливаем, так сказать, и избавляем от вирусов. То есть никакой коронавирус вам не страшен? Уже нет. Уже переболели? Ну, антитела зато теперь есть. А если я решу, вот я стою перед вами, решу, завтра скажу, хочу в прорубь? Легко. Да? Ну, если действительно нет хронических заболеваний, которые несовместимы с данным увлечением, если нет температуры, если нет стадии обострения, то противопоказаний, в принципе, нет. А на состояние кожи, фигуры, моржевание как-то влияет? Вы вот стройненькие в обе совсем. Хочется верить, что очень влияет. И на самом деле, действительно, когда мы видим людей, да, и по себе, что... Это же тонус. Тонус, конечно. Это выработка коллагена мощной, потому что всё-таки контраст имеет, сосуды работают. Потому что вот Наташа перечислила плюсы от погружения, а самый главный эффект – это то, как организм направляет кровь в момент погружения. То есть, когда мы погружаемся, мозг даёт команду спасать внутренние органы. И поэтому весь кровоток спасает внутренние органы, идёт мощнейший прилив, буквально там даже, ну, врать не буду, но большой процент крови к внутренним органам. И поэтому, на самом деле, вот конечности, их организм не спасает, и они промерзают. Поэтому мы и в перчатках, и в тапочках, да. Чтобы, так сказать, ну, до болевых ощущений, это очень неприятно. А вот, а когда мы выходим, организм расслабляется, подумал, что, слава богу, они вышли, и кровь идёт уже даже к самым мельчайшим капиллярам, да, и поэтому мы краснеем. То есть, вот такой эффект кровотока сначала к внутренним органам, потом к конечностям, и вот это тоже большой плюс для здоровья кожи, тела и так далее. И разнос витаминов мощнейший идёт по всем внутренним органам. Вот такой секретик, на самом деле. Вы ещё занимаетесь, ну, скажем так, благотворительностью. То есть, вот в конце декабря был благотворительный заплыв в помощь животным. Расскажите об этом, да. Ну, это уже наш второй благотворительный заплыв. Первый мы придумали в момент, когда мы все вдруг страной сели на домашний карантин, да, в конце марта, и мы понимали, что все озабочены здоровьем, и вот как никогда, да, домашнее закаливание актуально стало, да. То есть, ты изолирован, ты дома, и ты заботишься о здоровье. У нас был такой благотворительный марафон по домашнему закаливанию. Было несколько участников в городе, с других городов нас поддержали. И потом на собранные деньги мы на 1 июня, потому что карантин продляли и продляли, мы отвезли коробки фруктов в центр по одержке женщин с детьми, которые оказались в трудной ситуации. А в декабре, да, мы провели, ну, это стало отражением нашего мышления, образа жизни. Мы очень много лет, вот Наташа 7 лет, я полтора года, помогаем фонду Help Animals Together по защите бездомным животным. У меня у самой двое с улицы, как кошек, котят. Вот, и они решились на очень важное дело открыть помещение собственное для передержки бездомных кошек. Вот, и декабрь, все готовились к Новому году, говорят, поступлений даже нет 100 рублей. Ну, и мы подумали, коль мы привлекаем к себе внимание, почему не привлечь внимание к такой вот проблеме. Ну, и нас очень много людей в очень короткий срок поддержало. Наташины знакомые, подписчики мои. Хотя они у нас одинаковые, но иногда они, да, есть разные. И нам удалось собрать за 4 дня 40 тысяч рублей, это для фонда огромная сумма. Мы перевели, очень радовались. Мы уже были в этом помещении, вот, и сердце наше очень радуется. Наталья, я так понимаю, что это ваши знакомые туда в основном приходили, судя по Инстаграму и по кадрам телевизионам спортсмены, в основном мужчины. Но это все наши, которые с нами и каждые выходные, да. Извини. Куда приходили? На благотворительный заплыв. Ну, они нас всегда поддерживают. Мы одна команда, одно целое. И так как мы им открыли мир моржевания, они нас поддержали и в таком начинании, как поддержка строительства приюта для бездомных животных. Мне кажется, мужчины за вами вообще вот тянутся за вашей деятельностью, нет? Ну, судя по статистике, на самом деле это да. Кажется, что мы должны подавать пример для девушек, для женской половины, что вот ты тоже так можешь. Ну, не знаю почему, но в подписчиках у нас 65% все-таки мужчин. Да, то есть, наверное, на нас приятнее смотреть. Мужчинам. Мужчинам. Ну, хотя я говорю, на нашем примере очевидно, что женское моржевание, оно доступно, возможно, и продляет молодость, здоровье, улыбки. И вообще чудесное времяпрепровождение. Ты не ждешь одного дня в августе, чтобы поплавать в море. Ты можешь плавать, да, ты можешь плавать действительно круглый год. И когда на пляже никого нет. И вода когда чистейшая. Да, и вода когда чистейшая. Вода очень чистая. Есть такое негласное правило моржей, кто плавает зимой, не плавает летом. Ну, действительно, мы брезгуем летнюю воду, есть такое. Ну, да, в нее даже если посмотреть, то да, все видно, всех звездочек, весь морской мир. Но она не пахнет даже. Что в планах? Еще какие-то благотворительные акции? Может быть, просто какие-то заплывы в честь кого-то, в честь чего-то? Что-то есть какое? Ну, мы обязательно проведем еще какой-нибудь благотворительный марафон по мере необходимости. Я также думаю, что мы будем поддерживать фонд Help Animals. Потому что если людям еще как-то помогают, то на животных люди мало обращают внимания. А их сейчас много выкидывает, холодно, они умирают на улице. Поэтому мы также будем продолжать поддерживать этот фонд. Но вообще самое лучшее мы припасли на категорию 70+. Потому что если сейчас в моржевании у нас есть сдерживающие какие-то факторы, там, это не полезно, это, наверное, экстремально, то на свою активную 70-плюс жизнь мы планируем также стоять в купальнике, также делать заплывы и хорошо выглядеть. Чего я вам и желаю, девушки. Спасибо, что пришли к нам на программу. Я надеюсь, что в ваших рядах прибудет после нее. Но мы вас готовы, мы вас приглашаем. Я буду думать над этим, честно. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В гостях у нас были очаровательные мороженки девушки, которые на собственном опыте доказали, что море во Владивостоке может быть круглый год. Наталья Аксенова и Наталья Липунова. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова